В 1830 году Оренбургский военный губернатор граф Павел Сухтелен издал циркуляр о создании музея, который сегодня является старейшим в России. 21 сентября 2011 года, благодаря происхождению и уникальности фондов, музей был присвоен статус губернаторского, о чем официально было объявлено в феврале года текущего. Многие экспонаты, связанные непосредственно с Оренбургой, можно видеть в постоянных экспозициях. У нас представлена история с древнейших времен, очень богатая коллекция в нашем Кривейском музее представлена. И официальная история, начиная с основания города Оренбурга, представляется 18-19 века. Здесь и посмертная маска Пушкина, и оружие оренбургских казаков, уголок Неплюевского корпуса, портреты губернаторов. Но самые интересные витрины с находками, сделанными на раскопках филипповских курганов знаменитого сарматского захоронения. Золото предков обнаружила в 1986 году Фимская экспедиция. Длилась она 4 года, и за это время археологи успели найти ценнейшие материалы. В 2004 году раскопки курганов были возобновлены при Уральской экспедиции Института археологии Российской академии наук под руководством доктора исторических наук Леонида Иблонского. Сокровища из девяти захоронений, в том числе и царского могильника, отправились сначала на реставрацию, а затем на обозрение публики. Но то, что представлено в этих двух залах, лишь малая часть того богатства, которое обнаружили ученые. Помимо легендарного золота сарматов, сокровищница музея хранит множество знаковых вещей, всего более 40 тысяч видов коллекций. Самые знаковые – это коллекция археологии, этнографическая, художественный металл, нумизматическая коллекция, коллекции тканей, вышивки. Особенно ценит Любовь Борисовна собрание раритетных книжных изданий. К ним относится Коран XIX века, плотная бумага, вязь письма, рисунки вместо знаков припинания – настоящее произведение искусства. Но есть еще более ценные и древние экспонаты. Острожская библия первопечатника Федорова. Гордость музея. Издание датировано аж 1581 годом. Переворачиваете страницы, и меня охватывает трепет. Сама нетленная история. Когда в 60-е годы прошлого века книга попала в музей, сотрудники даже не предполагали, какой это раритет. Книгу музея отдал Оренбуржец, которому Фолиан достался от деда. Собираясь переехать в другой город, потомок решил не брать с собой тяжесть, какой бы семейной реликвии ни была. Он просто не знал, чем обладает. Уникальность издания обнаружилась спустя год, когда при инвентаризации на форзации случайно заметили авторское колемо Ивана Федорова. Наличие подобных экспонатов только подтверждает право музея называться губернаторским. Но не только сокровища давно минувших дней делают славу музею. У него есть еще несколько функций. Отражать современную историю, подробно освещать жизнь знаменитых писателей, полководцев, деятелей культуры, проводить тематические выставки, посвященные той или иной дате, по плану 24 в год. С сокровищами и тематическими экспозициями всех желающих охотно познакомят симпатичные, грамотные конкурсоводы. Вся мебель нашего музея сделана по интерьерному принципу, вся мебель сделана в 19 веке. Мария работает в музее три года и за это время успела не только прикупить души к своему делу, но и досконально изучить историю края. Работа требует и своей специфики. Так как у меня педагогическое образование, то каждая категория посетителей, которые приходят в музей, конечно, к ней идет уже специфический подход особенный. Если это младшие школьники, то там мы и показываем экскурсии с элементами сказок. У нас есть специальный музейный сказочный герой. Экспозиции доступны для посетителей. Билет для детей стоит 40 рублей, для взрослых – 80. Экскурсии для группы до 10 человек – 200 рублей. Оренбургский музей пока единственный в России имеющий губернаторский статус. И 125 тысяч единиц хранения в его запасниках – это не предел.